Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели, депутат Сейма Любовь Швецова у нас сегодня в студии. Добрый день. Добрый день. Вот интересно, сегодня Совет по фискальной дисциплине вышел с таким интересным заявлением о том, что несмотря на позицию правительства, во главе с господином Калинчем, который говорит о том, что надо экономить, экономить, экономить и жестко придерживаться фискальной дисциплины, все равно Совет по фискальной дисциплине считает, что надо было уменьшить бы расходы почти на 95 миллионов. Вот как вы к этому относитесь? И здесь вот такая вот дилемма. С одной стороны, все финансисты, экономисты, наверное, в один голос скажут, что надо жить по средствам. В семье надо жить по средствам и в государстве надо жить по средствам, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что в государстве столько много нужд и столько было дано обещаний и обязательств, кстати говоря, в законе записано по поводу медиков в частности, что тут уже не до экономии. Вот как вам кажется? Я считаю, что Совет по фискальной дисциплине и госпожа Штейнбук, она очень компетентна и профессионально оценивает данные. Нужно понимать, что она оценивала именно фискальную дисциплину и цифры, из которых складываются бюджетные позиции, расходные, доходные. И поэтому она вынесла свой профессиональный вердикт оценочный по движению денег входящих и по исходящих. Безусловно, в любом случае, нужно свои расходные позиции соизмерять с доходными и в семье, и в государстве в том числе. Теперь по поводу обещаний, которые были даны, зафиксированы в законе медикам, педагогам и науке и так далее и тому подобное. Я считаю, что ответственность, которая подразумевает или должна быть у депутатов, когда они принимают такие законы, она должна нести определенную консеквентную и составляющую в будущем. То есть, если мы обещали, что педагоги и медики у нас приоритеты, это важная составляющая жизни общества для будущего, значит, на этом мы кровь из носа, но деньги найдем. Если мы считаем, что у нас приоритет госуправления, чиновнический аппарат, обеспечение условий для работы чиновников приоритет, тогда мы так и говорим, что нет, мы будем тратить 6 миллионов на строительство и ремонт зданий Кабинета Министров, мы будем покупать новую резиденцию президенту, мы будем увеличивать финансирование партиям. А что, даже решили покупать новую резиденцию? Насколько я смотрела внимательно в течение этого года за расходными вещами по позиции бюджета, агентура по недвижимому имуществу, которое является государственным учреждением, в этом году 6 миллионов потратила на ремонтные и закупки помещений для, в том числе для президента в Юрмале была куплена или покупается резиденция, и ремонтируется ряд зданий. Я считаю, что на данный момент эти 6 миллионов из прибыли в АЛСНЭКОСТОМИПШ можно было потратить более продуктивно и направить его либо на зарплату педагогам, либо на выполнение обещаний тем же самым медикам. Теперь, если мы посмотрим хотя бы по той же самой позиции расходной, где мы смотрим Министерство внутренних дел. Я проанализировала. В прошлом году во время рассмотрения бюджета было указано, что в 2018 году Министерство сельского хозяйства ВАЛССМЕЖ закупили на 2 миллиона 500 пожарную технику. Теперь Министерство внутренних дел планирует приобрести опять же пожарную технику уже в сумме около 3 миллионов, 3 миллиона с половиной. Я написала запрос, в свою очередь, Министерство сельского хозяйства с просьбой объяснить, насколько часто, насколько эффективно используется техника, уже закупленная в отвес межи, для тушения пожаров. Потому что я считаю, что позиции, в которых могут министерства сотрудничать между собой, службы сотрудничать между собой, и техника, которая приобретается, но однозначно она должна быть взаимодополняющей, взаимопомогающей, и можно компенсировать, если нет у пожарников Министерства внутренних дел, а есть у пожарников спасение леса, просто-напросто объединить между собой в таком случае технику. Но это же логично, маленькая страна. Сэкономим на этом еще около 3 миллионов бюджетных средств, которые можно потратить на обучение, на зарплату, на пенсии, то есть на заботу о людях. И так вот можно собрать, там 3 миллиона, там 6 миллионов, еще где-то, видишь, уже наберется довольно. Я уже нашла 9 миллионов, которые спокойно покрыли бы все расходы, которые необходимы были бы для тех же самых педагогов. Если мы посмотрим дальше и поищем немножко побольше по поводу тех же самых госучреждений, которых 20 учреждений, которые являются маленькими, и которые должны были объединиться и уменьшить количество занятых чиновников в области госуправления. Из 21 учреждений, которые подвижали бы оптимизации, уменьшено только одно. И то, оно просто-напросто присоединено без сокращения штатов, без сокращения финансирования к другому структурному подразделению Варама. Поэтому о каких приоритетах мы можем говорить? Если приоритет только госаппарат, я не говорю, что о нем не надо заботиться, но он должен быть соизмерим, и эти расходы должны быть адекватные доходам. А если госаппарат и министерство не умеют зарабатывать или обеспечить, чтобы государство зарабатывало, чтобы бизнес зарабатывал, то в таком случае и расходные свои позиции тоже нужно и аппетиты уменьшить. Да, вот интересно, что многие партии, которые сейчас у власти, обещали сокращение госуправления, госаппарата. Но мы знаем, что эта программа, которая была принята в свое время еще при правительстве Кучинской, предусматривая, за три года сократить всего 6% госслужащих. При этом мы знаем, что население у нас сокращается гораздо более стремительно, чем на 6%. Я думаю, что несмотря на то, что господин Цитковский прекрасно отрапортировал, что сокращение госаппарата произошло, если внимательно прочесть отчет по поводу сокращения госаппарата, то мы увидим, что были сокращены вакантные, долго вакантно находящиеся штатные места. Вот и все. И финансирование было перераспределено и показано в отчете о том, что произошло уменьшение чиновнического аппарата. На самом деле реальных сокращений не произошло. И не произойдет? Я сомневаюсь, потому что если мы оцениваем госаппарат, то это аппарат лояльных чиновников, власть, придержащая политической коалиции, которые уже, наверное, называют картелем политиков. Картелем политиков, которые решают, каким образом нам лучше делить финансирование, каким образом. Причем самое интересное, что люди не думают и не говорят о том, как нам лучше заработать, зато они прекрасно ориентируются, как нам лучше поделить. А самое интересное, что даже те министры, которые, по идее, должны были бы защищать свой ресорт. И именно те, кто получает, допустим, маленькие пенсии, те, кто получает зарплаты педагоги или медики, они их не защищают, а наоборот находят какие-то причины. Почему нужно, например, отказаться от свободных обедов для детей? Или уменьшить половину и переложить эту ответственность на самоуправление. То есть ищутся какие-то причины и основания для того, чтобы, во-первых, снять от себя ответственность, во-вторых, не решать и не искать решения конструктивного решения вопроса, каким образом можно заработать, чтобы выполнить эти нужды. Что нужно сделать, куда нужно поехать, где можно оптимизировать ненужные расходные позиции. И просто-напросто, как обычно, за расходные позиции отвечает та часть населения, которая не может за себя подстоять и которая не может защитить свои интересы, к сожалению. Да. Вот тоже такой интересный момент, связанный вообще и с деятельностью, может быть, правительства. Мы знаем, что сейчас правительство, не знаю, мне кажется, с упорством достойного лучшего применения, носятся по выполнению этих рекомендаций «Мунивелл». Все продиктовано «Мунивелл». Ликвидация нерезидентского банковского бизнеса «Мунивелл», срочно назначить нового критерия ФКТК по «Мунивелл», предыдущих критерий убрать, потому что кто-то ими недоволен, ОСИД и так далее, и так далее. Что действительно, есть такая острая необходимость все эти действия в банковской сфере принять, потому что нам все время правящий говорит, что если не примем, то все, мы окажемся в каком-то черном списке, и все, жизнь будет немила. Нужно представлять, что на самом деле «Мунивелл» требует просто-напросто, во-первых, систематизировать законодательство, определенные позиции по законодательству, а во-вторых, обеспечить эффективное применение закона. Оно не требует поменять руководителя ФКТК, «Мунивелл» не требует назначить на должность того или иного человека. «Мунивелл» просто-напросто требует, чтобы те законы, которые приняты или которые нужно дополнить, чтобы они были эффективно применялись в практике с соответствующими спецслужбами. И я думаю, что просто-напросто в реальной деятельности получается, что с учетом прихода на натурический рынок бизнеса или представительства стратегического партнера, просто-напросто происходит и замена руководства конкретного сектора на тех людей, которые будут удобны стратегическому партнерству, которые будут достаточно послушны и лояльны именно данным представителям и направлениям инвесторов, которые вошли в Латвию. То есть, по идее, у нас останется просто-напросто два основных игрока на финансовом поле, и весь остальной просто-напросто сектор зачищается от лишней конкуренции. Вопрос, хорошо это или плохо, дискутабельный вопрос. Почему? Потому что исторический латвийский финансовый сектор, банковский сектор, он развивался по аналогии с транзитом грузов. То есть, банки и те же самые нерезиденты, движение денег нерезидентов, они сопровождали грузы. Например, шел хлопок, шло движение денег, появляется банк, который это обслуживает. Шел транзит определенных минеральных удобрений, каких-то угля и еще каких-то составляющих, которые достаточно стратегические. И, соответственно, финансовое учреждение обслуживало данный поток товара. После этого, как дополнительно, появляются определенные банковские услуги, которые, может быть, виртуальные или по другим направлениям. И, безусловно, при большом обороте, при потоке финансовых потоков, возникают и риски, которые, безусловно, нужно менеджировать, нужно контролировать. Но вопрос только в том, контролировать их нужно, я бы сказала, и использовала титмонологию мудро, и спецслужбам, которых достаточно много в Латвии, необходимо было бы применять не политику, когда одной битой всех забьют до смерти, а точечными ударами просто-напросто отслеживать конкретные рискованные сделки, рискованных клиентов и убирать этих игроков с этого поля. А не пытаться весь сфер убийства? В нашей ситуации просто-напросто взяли и всех покосили под одну гребенку, не разбираясь в какой ситуации и каким образом. И плюс еще нужно понимать, что однозначно во всей этой зачистке сектора, в том числе и человеческая жадность, человеческая алчность, сыграла свою роль, и мы не знаем, насколько правдива информация, и кем, и кому она была передана, и насколько она действительно соответствует правде. Безусловно, мы узнаем это со временем, к сожалению, не сейчас, но последствия от этого необратимы, и финансовый банковский сектор будет подчищен, зачищен и поставлены просто-напросто. Люди, которые умеют и говорят только то, что от них хотят слышать, которые не имеют собственного мнения, которые выгодны и удобны конкретной политической картелю. Но ведь и бюджет пострадает. Бюджет уже пострадал, будет по-прежнему страдать, и из-за этого и получается, что недостаток средств, которые затем нет возможности переспределить. Но я хочу очень внимательно обратить внимание, что, слушатели, не все деньги, или в принципе даже, мы не знаем, какая часть действительно является рискованной. И я допускаю, что она не такая уж большая, как говорят. И из того, что раздуто, для того, чтобы под этой раздутой компанией скрыть истинные изменения или причину изменений просто-напросто, но из-за этого пострадают все, в том числе и медики, в том числе и педагоги, в том числе и детские садики. Если государство и, соответственно, аппарат и партийная элита не умеет и не хочет зарабатывать, то и распределять потом просто-напросто получается нечего. И я думаю, что, наверное, как раз вот многие вещи, которые происходили и происходят в той же самой Эстонии, насколько они мудро поступают, они как раз связаны с тем, что… Я только думала, почему в Эстонии все-таки лучше, чем у нас многие вещи получаются. Они быстрее адаптируются, быстрее развиваются. У них уже три по пятьсот с 2018 года давным-давно в силе. А у нас непонятно, когда примется, в каком виде, и это будет уже тоже не в прямом смысле, а в каком-то урезанном и изуродованном, я бы сказала. Просто-напросто эстонцы поняли, что без консолидации общества, без разделения и без поиска виноватов гораздо быстрее можно построить благополучие и процветание. И они в отношении каких-то тех же самых рискованных сделок, финансовых происшествий, они не реагируют настолько безоглядно, как латвийская сторона и латвийские чиновники. Они реагируют более продуманно, более обдуманно, защищая интересы национального капитала, национального бизнеса и защищая интересы, в первую очередь, всего населения. Не деля людей на эстонскоговорящих и русскоговорящих. Я смотрела, специально подписалась на страницу президента, премьер-министра Эстонии, и на день учителей он поздравил педагогов как на эстонском языке, так и на русском языке. И никакой трагедии не случилось. На русском языке поздравлял педагогов с Днём Учителя. И я считаю, что это показывает внутреннюю интеллигентность человека, уровень его понимания необходимости консолидации общества и уровень понимания того, что только при уважительном отношении внутри страны можно строить благополучие страны. — Да. Может быть, это вообще такой замечательный мостик к обсуждению из сегодняшней повестки дня в Сейме, где оппозиция требовала выразить недоверие госпожи Шуплинской, министру образования. Об этом чуточку позже. Вот завершая этот первый, так можно сказать, топик или первую тему, как вы относитесь к идее или к инициативе представителей объединения АТС и БПАР за развитие ЗАГ, где они хотят комиссию по финансовому инкрокапиталу присоединить к Банку Латвии. Ну, может быть, вернуться в 90-е годы. — Дискутабельный вопрос. Почему? Потому что, в принципе, я не вижу аргументов для того, чтобы сказать, что нет, этого делать не надо. В Литве, в литовской системе ФКТК находится под руководством Литовского банка. Поэтому сказать, что нужно обязательно, чтобы было две структуры, как в Латвии. Возможно, это что и не имеет смысла. Однозначно, риторика о том, что уменьшится количество чиновников, которые работают в Латвийском банке, ФКТК, это просто риторика, и она не основана на фактах. Количество чиновников сохранится, и это будет связано в том числе, потому что они разные ведут и исполняют функции, и они останутся и не уменьшатся, а значит, и не должно уменьшаться количество людей. Я бы даже сказала, что финансирование, по идее, при таком присоединении должно увеличиться на данные две структуры. Поэтому, по большому счету, я не вижу никаких рисков, если они и будут объединены. Вопрос только будет, кто будет в такой случае руководителем Латвийского банка национального. Да. Однозначно, если мы говорим о том, что выдвинута кандидатура госпожи Пургайла, то следующий этап, а она как компромиссная фигура как раз между игроками Веллингтона и Цитаделла, и мы прекрасно понимаем, чьи интересы и в чьих интересах она назначается, то логично абсолютно, что руководитель банка будет игрок, который согласован с этим направлением, без вариантов. Да, ну что ж, это интересно. Интересно, Любовь Швецова, у нас в студии, депутат Сейма от фракции Согласия. Не переключайтесь, небольшая пауза на рекламу. Да, еще раз добрый день, Любовь Швецова, у нас в студии, депутат Сейма от фракции Согласия. Вот сегодня в Сейме были очень горячие дебаты по инициативе оппозиции, кстати, которая потребовала отставки или выражения доверия министру образования Илги Шуплинской. Нужно признать, что она действительно талантлива во всем, особенно талантлива в дипломатии. Ей удалось за короткое время, на мой взгляд, своего министерства уже поссориться со всеми, с кем только было можно, и с учителями школ, и с воспитателями, или с учителями педагогами дошкольных учреждений, и с преподавателями студентов вузов. В общем, со всеми вот этой сферы образования у нее сложились замечательные, в кавычках, отношения. Ну и как кульминация этого процесса, как раз сегодняшнее обсуждение в Сейме вот инициатива о недоверии. Вот что вы можете сказать по этому поводу? Оценивая коммуникацию данной дамы, стиль ее поведения, стиль ее обращения, коммуникации с педагогами. Повезло отрасли образования, да. Безусловно. В принципе, можно, конечно, позлорадствовать. Позлорадствовать через такой фокус, что когда в столь важной отрасли представителя конкурирующей элитной партии, которая считает себя очень проводником изменений, справедливости и права, то все, что она делает, уничтожая самоуважение педагогов и пытаясь его разрушить, наверное, нужно было бы только радоваться этому. Ну, очень хорошо, но пусть педагоги видят, за кого они проголосовали. Кстати, да, ведь вполне возможно, что часть из них как раз голосовала за эту партию. Пусть воспитатели детских садов понимают, какой руководитель Министерства образования считает, что педагоги дошколят, не занимаются воспитанием детей, а им нужно пересмотреть, какая часть работы связана с присмотром, какая часть с обучением. И если бы это не было настолько печально и настолько деградирующе для всего общества и с больными последствиями именно для будущего, то это было бы, ну, наверное, как сказать, я бы злорадно это приветствовала. Но мне обидно за дошколят учителей, обидно за педагогов, которым обещали и не выполнили обещания, обидно за науку. То же самое, какая бы ни была ситуация с ректором и с выборами ректора Латвийского университета, в любом случае разговор и диалог, он мог быть гораздо более конструктивным и гораздо более продуктивным, а не амбициозным, категоричным и абсолютно без желания вслушаться в аргументы второй стороны. Сегодня выступала по поводу демиссии Шуплинской, Эмия Папула от «Согласия», где она просила и обратила внимание Шуплинской на то, чтобы она наконец-то вслушалась и услышала то, что ей говорит оппозиция, или хотя бы попыталась услышать. И я думаю, что проблема Шуплинской самая большая в том, что у неё абсолютно отсутствует понимание и чувство эмоционального интеллекта или эмоционального сочувствия другим людям, особенно Рессором, работающим в том Рессоре, под надзором, под Рессором, за который она отвечает. Не для того, чтобы учить их, как им нужно, я не знаю, читать прессу или реагировать на новости. Да, да, она многое распространяла, что плохо вообще понимают вот у них вот это вот медиапатия, то есть они плохо разбираются с массой информацией, очень низкий уровень вообще вот коммуникативности, да, вот учила она учителей, как действует. Я бы сказала, что у госпожи Шуплинской очень отсутствует уровень эмоционального интеллекта, и из-за его отсутствия возникают проблемы в коммуникации, при котором она просто-напросто не слышит, что говорят другие люди, и те аргументы, которые относятся к ним. И если педагоги получают одну зарплату, а министр получает другую, то здесь, наверное, к месту будет поговорка о том, что богатый бедного не услышит или не поймет никогда, потому что он не был в его шкуре. И, в принципе, очень жаль, что человек, который, в принципе, доктор и является научным сотрудником и все-таки теоретические вещи очень многие знают и учился, абсолютно лишён понимания того, что взаимоотношения строятся не только по вертикали, но они ещё состоят из горизонтальных взаимоотношений и просто из уважительных взаимоотношений между сегментами того же самого Министерства обучения. Да. Вот ещё тоже вопрос такой, он связан не только с сферой образования, но нет такого ощущения, что у правительства имеется какое-то видение дальнейшего развития страны. Да, сейчас, кстати, готовится какой-то план очередной национального развития, но там вот кроме каких-то лозунгов и благих пожеланий, вот мы хотим, чтобы Латвия дальше оставалась зелёной, ну, примерно такие слова, чтобы люди были счастливыми, да, чтобы никто не уезжал и все возвращались, ну, вот, но дальше что? Ну, вот мы все этого хотим. Мы за мир во всём мире. Да, ну, примерно так. Ну, а как мы придём к миру во всём мире, если мы не можем даже между диаспорами договориться? Если мы не можем использовать своё географическое положение для того, чтобы наращивать в том числе экономический и бизнес-потенциал? Если мы постоянно боремся с теневой экономикой, которая, в принципе, не является настолько уж трагичной? Если мы не поддерживаем развитие национального бизнеса, если мы не продвигаем его, если мы не определяем, какие же именно продукты или услуги мы будем продвигать. И уничтожение того же банковского сектора – это тоже фактор, который в том числе влияет на экономику, влияет на поступление и будет влиять в будущем в том числе. Поэтому план национального развития без… Я боюсь, что просто-напросто при пяти у власть имущих партиях, которые раздроблены и у которых в своём видении и нет желания прислушаться и договориться, создать толковый план национального развития – практически невыполнимая миссия. И поэтому план, возможно, что из-за раздробленности будет действительно в большей степени демагогичным и не ориентирован на конкретные достижимы результата в ближайшем будущем. Да. Может быть, такой вопрос, который я хотел задать, но правительство или господин Калинин лично как своим достижением считает то, что вот в следующем году не будет, в бюджете следующего года нет изменений в налоговой системе. Да. Ну, конечно, можно оценивать это и так, говорить, что хорошо, что хотя бы ничего не трогаете, может быть, не будет хуже. Но, с другой стороны, может быть, действительно надо было подумать, посмотреть, проанализировать те неудачи, которые были во время вот той последней налоговой реформы при правительстве Кучинскиса, и, может быть, что-то надо было поменять вот на важный момент. Да, господин Карин еще лукавит. Однако, почему? Да потому что все равно происходят определенные изменения, в том числе и связанные с налоговыми ставками и с налогами. Они, конечно, не настолько чувствительны и не настолько ярко выражены, как если бы, допустим, были какие-то глобальные изменения в налоговой политике, но в любом случае же будет изменение необлагаемый минимум, который будет подниматься по настоянию новой консервативной партии, хотя это будет ставка до 500 евро при минимальной зарплате до 500 евро, необлагаемый минимум повысится. Затем будет повышен акциз на игральные аппараты и на поступление от азартных игр. То есть налоговые изменения так или иначе будут, просто они не настолько глобальные, насколько хотелось бы, или насколько хотелось бы пополнить бюджет. По поводу акциза на горючее топливо он тоже повышается. Налог на ресурсы или система депозитная тоже однозначно, хоть это и не прямой, но косвенный момент, это тоже налоговое бремя, налоговая нагрузка, она тоже увеличится. Поэтому сказать, что не меняется в сторону увеличения налоговое бремя, это лукавство, оно увеличивается, наверняка будут поменены еще дополнительно какие-то пошлины внутренние, которые тоже являются одной из составляющей налоговой нагрузки для налогоплательщиков. Планируется ввести автоматическую систему наказания по административной ответственности за нарушение налоговой дисциплины, охватив 100% всех налогоплательщиков, которые каким-то образом нарушили дисциплину, или не вовремя отчет сдали, или не вовремя перечислили налоговое перечисление, или что-то не заметили. Поэтому сказать, что… То есть стихаря все-таки какие-то изменения, и прямо скажем, неблагоприятные, происходят? Безусловно. Их… это не одно изменение, а их целый ряд изменений, они просто-напросто не настолько ярко выражены, и о них напрямую не говорят, они говорят завуалированно, просто-напросто, но изменения будут происходить. Тот же самый повышенный налог на сахар, на акциз, на напитки, которые содержат сахар, это тоже… Это потом повлияет, да? Это повышение налогового времени, налоговой нагрузки, и одновременно это попытка заполнить пустеющий бюджет. При этом мы видим, что экономика приостанавливается, тормозится, и начинается период, если не… Рецессии, но близко к этому. Не рецессии, но просто-напросто период, когда нет роста, нет достаточно сильного роста ИКП для того, чтобы уменьшить риски скатывания в рецессию. И резервов у нас нет на самом деле, выбросов каких-то дополнительных в экономику из экономленных средств в Латвии тоже нет, поэтому уменьшение каких-то оптимизаций государственных расходных позиций тоже не предвидится, только дополнительные расходы министерства требуют и запрашивают, и получают на содержание своего аппарата. Поэтому я считаю, что если у тебя нет подушки финансовой, резервной для нестабильных ситуаций при экономическом кризисе, то потенциально возможные сценарии неразвития рецессии, они очень актуальны, и вопрос, каким образом и кто будет выходить из рецессии. Да, вот интересно все-таки, если вас спросили, а вот какие бы изменения действительно налоговые должны были быть в 2020 году? Я бы сказала, что безусловно нужно было бы необлагаемую минимальную зарплату повысить до 500. То есть, как и обещали правящие некоторые. Да, как и новая консервативная партия, ориентировочно на эстонскую модель налогового времени, и однозначно нужно было бы перестать заниматься самобичеванием, поиском виновных в банковском секторе, а конкретно требовать результаты от конкретных институтов и институций по конкретным делам, которые уже на них находятся, чтобы заключения МОН и ВАЛа и ФАТФа были объективными и позитивными, а не заниматься самобичеванием и информацией о том, что у нас все плохо, законов нет, и нам нужно целую кучу законов. И однозначно необходимо было бы дополнительно всеми силами пытаться развивать экспортные отрасли народного хозяйства. Чего у нас пока, так сказать. А если мы не осваиваем новые рынки, если мы не предлагаем наши продукты на новые рынки, которые могли бы стать дополнительным источником экспорта латвийской продукции, то нет средств, нет средств, тебе нечего делить. Эстонцы зарабатывают больше, поэтому они в бюджете больше делят. Хотя страна, в принципе, меньше, и меньше жителей, но вот бюджет больше. У них бюджет с 2018 года уже 10 миллиардов, причем он у них нулевой бюджет, в отличие от нашего. И задолженности, в том числе и государственной задолженности в Эстонии нет, как мы знаем. И эстонцы были первые, кто предложил Латвии помочь после кризиса Латвии 2008 года. – Вот интересы, с одной стороны, поступает, казалось бы, относительно позитивной новости из Минюста, которая касается изменения системы кадастровой стоимости. Минюст говорит, что мы планируем, что может быть даже не облагаемый меню в жилплощаде, с которой не будет взиматься налог на недвижимость. Как вы на все это смотрите? Я знаю, что согласие Доно выступало за то, чтобы ввести, вообще не облагать налогом на недвижимость единственное жилье. Единственное жилье или определенную квадратуру на одной очереди на семье или на единственное жилье, в котором живет семья. Это социально ответственное было бы решение. То, что сообщает и декларирует новая консервативная партия и господин Борденс, это просто-напросто, опять же, я считаю, что трюк, потому что сумма, названная им до 100 тысяч евро, это неадекватная сумма, это практически тогда 90% жилья не является облагаемым налогом на имущество. Я не думаю, что новая консервативная партия сможет за этот промежуток времени, когда они откладывают сейчас эту реформу именно по кадастровой стоимости объектов, настолько заработать, чтобы покрыть расходные позиции от недопоступающих средств от данного налога. Поэтому риторика, связанная с попыткой скрыть истинные проблемы, не пытаться решить насущные проблемы, надо понимать в том числе, что эксперты, в том числе и Европейской комиссии, они как раз наоборот говорили о том, что в Латвии эксклюзивное дорогое имущество, слишком несет малую налоговую нагрузку. Это правда, да. По сравнению с налоговой нагрузкой на жилье именно единственные и малообеспеченных слоев. Поэтому здесь хороший вопрос. Возможно, что это неправильное решение, было бы правильнее предусмотреть лифты социальные для малообеспеченных с льготами или с освобождением действительно от налоговой нагрузки, единственное жилье. Но жилье, которое является эксклюзивным, хоть оно и единственное, и может быть его себестоимость 100 тысяч евро, она должна облагаться налогом на недвижимость, и нагрузку нужно переносить налога на зарплату, чтобы у людей было больше средств для развития и для поддержки семьи, и переносить на эксклюзивные дорогие объекты недвижимости. – Да, но можно ли вообще сказать, ну впереди, я так понимаю, где-то через две недели проект бюджета поступит из кабинета министров в семь, что что-то вообще, не знаю, депутатам удастся как-то изменить хотя бы некоторые параметры бюджета, или сработает уже, я так понимаю, отточенная машина для голосования, и правящие депутаты просто будут нажимать кнопки, так, как им сказали старшие партийные товарищи. – Я думаю, что если бюджет поступает после столь долгих дискуссий, при которых даже в угоду новой консервативной партии согласились на минимальную необлагаемую позицию внести в бюджет, предусмотреть на это дополнительные расходные позиции, то, по всей видимости, бюджет будет утвержден, и за него проголосуют все политики, представляющие коллективы. – Ну, утвержден в том же варианте, в котором он придет, да, в основном из кабинета? – Я думаю, что да, возможно, какие-то маленькие нюансы, но то, что мне кажется очень неадекватным, это опять появившиеся разговоры о депутатской квоте, которая считает, что какая бы она ни была, это не нормальная ситуация, она не должна быть и правильно, что отказались от депутатской квоты, потому что это получается мелкий подкуп и шантаж просто-напросто между собой руководящей той же самой политического картеля, при котором они дербанят деньги бюджета, так как им выгодно в угоду мелким интересам. – Этой церкви мы дадим на колокол, этой церкви, допустим, на ступеньки мы не дадим. – Не дадим, да. – Ну, что это за… Вот этой общественной организации мы дадим сейчас деньги, да? – Вот этой школе дадим, потому что там мои избиратели, а вот этой не дадим, да? – А вот этой школе мы не будем давать, не потому что там это объективно оценено и более или менее проанализировано, действительно какие наиболее насущные нужды, а потому что вот так решили депутаты, которым ближе кто-то по соседству, какая-то церковь там, я не знаю, и общественная организация. Ну, например, будем теперь оперету поддерживать, да? Если у нас для поддержания опереты на самом деле как бы нет финансирования, но мы физически её не можем или не в этом году. Ну и, конечно, самое то, что мне кажется такое ярко выраженное неуважительное отношение к избирателям, это дополнительное финансирование для партий. Я считаю, что вот эти 5 миллионов, которые хотят выделить в бюджете для финансирования партий, они не заслужены, не заработаны депутатами, и они им не полагаются. И я очень сильно надеюсь, что избиратели после того, как правящая коалиция проголосует за присвоение вот этих 5 миллионов партий, через три года оценят, на что они будут использованы. И почему эти деньги нельзя было использовать на медиков? Потому что это тактика правящих, о, до выборов далеко, а вось народ забудет. Ну, обязанность оппозиции напоминать, регулярно рассказывать, объяснять и показывать на пальцах, куда эти деньги делись. Если бы Латвия, допустим, и политики сказали, что вот, кстати, сегодня был опубликован как раз рейтинг конкурентноспособности государства, и Латвия в индексе глобальной конкурентноспособности поднялась на одно место. С 42-го она теперь стала 41-м. В то время как Литва находится на 39-м месте, а Эстония находится на 31-м месте. То есть мы всюду отстаем, к сожалению? По глобальным вещам, связанным с умением заработать, быть привлекательными для инвесторов, получить финансирование и использовать его на благо всего общества, Латвия отстает. Это однозначно. И вот если бы политики сказали, что вот перед выборами мы были там 42-е, а в течение 2-3 лет или после того, как мы идем в план национального развития, мы станем впереди Эстонии и Литвы, 30-ми или 29-ми, за именно 29-е место, опередив там Словакию, опередив Чехию, опередив многие другие страны. Тогда да, я понимаю, тогда политики президент может говорить, мы достигли такие результаты, мы привлекли столько инвестиций, мы заработали столько денег. Мы хотим, чтобы партии финансировались вот таким образом, потому что мы смогли заработать, мы смогли привлечь деньги для тех же педагогов и медиков. А если мы только разделяем деньги, уменьшаем доходы государства, уменьшаем количество населения, уменьшаем рождаемость, и за это политикам платить 5 миллионов, ну, я не знаю. В принципе, нет слов, наверное, одни эмоции. У меня тоже. Любовь Шлицова у нас была в студии, депутат Сейма от фракции Согласия. Большое спасибо. Спасибо за внимание.